Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней сегодня в эфире – встреча фракций коренных народов в Женеве, почему кавры, перевезенные из Шуши в Ереван, не возвращены в Арцах. Озеро Алим в Западной Армении находится под угрозой исчезновения. Нехватка землевады и безопасности, как деревня Давидбек, живет в новой реальности. Главным героем фильма «Американец» номинирован на золотой абрикос является Чарли, избегавший геноцида. Борис Лёва Геворкем – победитель чемпионата Европы. Делегация Западной Армении во главе с президентом Арменаком Абрамяном примет участие в 15-м заседании экспертного механизма по правам коренных народов с 4 по 8 июля 2022 года. Министр иностранных дел Республики Западной Армении Лидия Маркосян, входящая в состав делегации, выступила с заявлением относительно стран-членов ООН, занимающихся проблемой этнической чистки коренного армянского народа, реализацией программы «Сбор в Женевском этнографическом музее с 10 до 4». Судьба ковров, перенесенных и спасенных из Шуши, усилиями директора-основателя Шушинского музея ковра Вартана Сеатриана, вновь остаются неизвестны. Ковры временно приутили Национальный музей-институт архитектуры имени Александра Таманяна, и пока не ясно, что будет дальше, где они будут храняться и выставляться. Недавно этот вопрос обсуждался также в общественном совете, на котором присутствовал председатель Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Гарник Момджиан. Вартан Ас-Сеатриан отметил, что обсуждение было трудным, и вновь был поднят вопрос, почему ковры не перевозятся в Арцах. Ас-Сеатриан говорил, что в данном случае, когда статус Арцаха не определен, крайне рискованно передавать это наследие Арцаху. Озеро Арин. Расположенное Адилджиеварской области, Багеши, Западная Армения, недалеко от северного берега озера Ван, оказалось под угрозой высыхания. Озеро Арин площадью 1657 гектара, высотой 1650 метров, над уровнем моря, богато видами животными, является местом обитания десятки видов птицев, являясь одним из чудес природы. Глава деревни Гольдузу отметил, что 40% озера уже высохло. Это не единственный случай нерационального использования ресурсов Западной Армении. И мы с сожалению отмечаем, что в таких катастрофических экологических условиях Турция может добиться эрозии территории Западной Армении, даже эвакуации населения. После войны деревня Давидбек Сюникского района потеряла не только поле и пастбище, а прямую связь с Горисом, но и столкнулись с проблемой безопасности. Село расположено между городами Горис и Капан. После войны азербайджанские войны приблизились к силу 2 километра, перекрыли дорогу в Горис, создав серьезные проблемы с безопасностью. Пограничение школы Давидбека находится в переделах прямой видимости азербайджанских позиций. Ухудшее условие для введения сельского хозяйства провело к тому, что население стало покидать село. Среди других проблем – нехватка питьевой воды. Люди живут с постоянной тревожностью. Никто не знает, что произойдет завтра. Западная Армения выражает свою поддержку жителям села и призывает их ни в коем случае не покидать село. Официальная церемония открытия 19-го международного кинофестиваля «Золотой абрикос» состоится 10 июля в концертном зале имени Арама Хачатуряна и начнется фильм режиссера Микаэла Джорджи «Американец». В этом году международный кинофестиваль представит публике фильмов со всего мира и самых престижных кинофестивалей «Американец» – это фильм 22-го года совместного производства Армении и США, в котором Чарли в юном возрасте сбежал от геноцида армян и поселился в США. История начинается в 1947 году, когда Чарли возвращается в Армению и встречается с жесткой реальностью советского коммунизма. Напомним, что 19-й ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет с 10 по 17 июля 2022 года. Лёва Гевуркян завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе М-20, который завершился в Риме, победив в финале представителя Грузии Мереба Сулейманевшили со счетом 13,2. Другой представитель Армении Айкаб Рамян завоевал бронзовую медаль в весевой категории 61 кг, победив в захвате за третье место. Представитель Румынии со счетом 8,3. В командных соревнованиях сборная Армении заняла второе место. Западноармения поздравляет Лёву Гевуркян и его тренерский состав с долгой работой и блестящей победой. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова